Великой Отечественной войны В Голливуде сняли фильм, который называется «Враг у ворот». Из Волгограда репортаж Олега Шишкина. Три витка серпантина и четыреста с лишним ступенек Мамаева кургана. Гроб с прахом герой Сталинградской битвы, снайпера Василия Зайцева, место захоронения несут на руках больше часа. Сталинградскую битву его имя стало легендарным. Он родился на Урале в семье Лесника и с детства учился, что называется, бить белку в глаз. Когда Зайцев добровольцем попал на Сталинградский фронт, способности молодого стрелка заметил маршал Чуйков. Он же вручил ему снайперскую винтовку. Однополчане Зайцева вспоминали, что чаще всего он работал на южных склонах Мамаева кургана. Оттуда территория Сталинградского метизного завода, которая тогда удерживали враги, была как на ладони. Все снайперские поединки бились от несколько часов до несколько суток. И когда они получали задание, они говорили, я всегда выплывал по заброводу два пальца в рот. Я ему говорю, зачем? Он говорит, для того, чтобы обеспечить абсолютную недвижимость. Он всегда был снайпером особого назначения. Сутками в тени врага выслеживал и уничтожал вражеских командиров высшего и среднего звена. Ушел на охоту, уговорил им с услуживцем, и почти всегда возвращался с очередной отметкой снайперской книжки, где велся учет уничтоженным врагам. На личном счету Зайцева 225 фашистских офицеров и 11 высококлассных вражеских снайперов. И это только за время уличных боев за Сталинград. Нишеник Зайцева стал руководителем Берлинской школы снайперов майор Кёнкс. Он прибыл на Сталинградский фронт, чтобы повысить мастерство немецких стрелков, но сам пал от руки главного русского Зайца. Так враги называли легендарного снайпера. На Мамаевом кургоне сегодня собралось несколько тысяч горожан. Молодежь, ветераны, военные. Из Киева, где до последнего времени поколоса прах героя, приехали украинские ветераны. Накануне активисты Волгоградского молодежного движения «Новые люди» переиздали воспоминания героя о Сталинградской битве. Мы обязаны чтить память великих героев. История страны, я думаю, это история ее людей, ее героев. Прощальные горсти Волгоградской земли падают под звуки траурного салюта и снайперских лентолог. Оружие, с которым Зайцев отстоял Сталинград. Олег Шишкин, Михаил Гоц, Александр Вихтинский, Первый канал, Волгоград.